всем привет продолжаем я продолжаю читать книгу триста надонована историю видеоигр и сегодня глава 9 называется она дядюшка клайв и так погнали в июле 1978 года брюс эверис взял в ливерпуле в аренду дом 25 по банну свик стрит прежде чем решиться выйти на розничный рынок и открыть микро digital один из первых компьютерных магазинов европе опытный бухгалтер эверис несколько лет возглавлял компанию которая вела бухгалтерскую отчетность с помощью компьютеров я начал читать британские отраслевые журналы о компьютерных системах компьютеринг и компьютер weekly рассказывал он там я прочел самая первая статьи о первых компьютерных магазинах и о микро компьютерах которые только-только появились в америке воодушевленный потенциалом компьютеров доступных для всех эверис решил что должен открыть собственный компьютерный магазин и я считал это очевидная вещь я не знал насколько большой популярностью будут пользоваться компьютеры да и никто тогда этого не знал я задействовал все возможности для того чтобы собрать необходимую сумму для открытия компьютерного магазина в ливерпуле рассказывал он на тот период вся европа здорово отставала от сша в области домашних компьютеров и видеоигр сша и япония являлись лидерами формирование новой развлекательной индустрии находясь на гребне цифровой революции а европейцы в массе своей являлись потребителями а не производителями видеоигр концу семидесятых европейский рынок стал довольно крупным рассказывал но энглин руководитель отари который открыл фабрику компании в ирландии в 1978 году мы отправляли в европу много игр но это было довольно накладно поэтому нам нужно было построить в европе завод для производства наших продуктов для европейского рынка и так у нас появился типа рэри ирландские власти сделали все возможное чтобы привлечь отари в этот сельский городок правительство нашло подходящее здание и предложила отари ирланд не облагаемый налогом статус на несколько лет решение отари сделать тип перари своим домом было с радостью воспринято страной которая была обременена бедностью и безработицей в те дни у ирландии была масса проблем безработица составляла 40 процентов рассказывал энглин на работу мы нанимали местных жителей это были самые преданные самые трудолюбивые парни которых я только встречал своей жизни я полагаю что когда в стране есть еще 14 других парней ждущих вакансии это становится весьма хорошим стимулом для сотрудников однако отари ирланд была не больше чем производственная база создание игр оставалось прерогативой разработчиков западного побережья сша практически все отечественные производители игр для игровых автоматов в европе делали реплики игр из америки и японии почти все видеоигры в европе производились по лицензии рассказывал наталия закария соучредитель закария итальянской компании по производству пенболов которая стала делать видеоигры после того как pong вихрем пронеслась по миру европа стала более активной когда появились домашние консоли после того как magnavox одиссей появилась в европе в 1973 году несколько компаний стали выпускать домашние игровые машины типа pong в которых использовалась аналоговая технология похожая на ту что использовалась в американских консолях первые из таких консолей появились в начале 1974 года почти за два года до того как отари выпустила собственную версию pong для дома первой стала английская консоль видео мастер home tv game а за ней быстро последовали и другие среди которых была консоль pink o tronic от итальянского производителя кухонной техники зануси и консоль видео спорт мк 2 с деревянной отделкой корпуса которую выпустил английский продавец музыкальной техники и телевизоров henris вовлеченность европы в домашний игровой бизнес продолжала возрастать на протяжении всех семидесятых вплоть до 1978 года когда в германии вышла консоль интертон виси 4000 которая продавалась на территории европы под самыми разными названиями и была европейской альтернативой atari vs 2600 что касается домашних компьютеров то здесь европа по-прежнему здорово отставала в европе не существовало никакой альтернативы apple 2 commodore pet или trs 80 вместо них на рынке были представлены мк 14 и nascom 1 примитивные английские компьютеры которые состояли из голых монтажных плат с клавиатурами типа тех что использовались в калькуляторах в магазине эвериса продавались роскошные дорогие новые американские машины а также примитивные английские компьютеры которые продавались как комплекты для самостоятельной сборки и дефицитные книги которые объясняли таинственное внутреннее устройство компьютеров микро диджитал превратился в метку для всех кто стремился обладать компьютером люди приезжали к нам со всей страны вспоминал эворис тут можно было встретить людей которые проехали через всю страну чтобы увидеть все собственными глазами люди прилетали сюда даже со всех концов европы люди могли просто приходить сюда ради того чтобы пообщаться друг с другом к 1979 году микро диджитал издавал свой собственный информационный бюллетень liverpool software газет чтобы поддерживать интерес среди гиков и технафи филов которые и составляли клиентскую базу магазина и которые живо интересовались последними достижениями в этой сфере в одном из номеров эворис в колонке редактора восхвалял демократизацию компьютеров о которой возвестило появление первых домашних компьютеров но куда именно все двигается практически никто тогда не понимал мы ничего не знали о существовании игровой индустрии игры просто рекламировались как одна из возможностей микро компьютеров еще одна штучка рассказывал эворис дисплеи вычислительные мощности и память были очень и очень слабыми и возможности для реализации своих идей были очень ограниченными первое подозрение что игры могут быть большим чем просто одна из возможностей у эвориса возникла во время его путешествия в калифорнию где он изучал последние достижения американской компьютерной розничной торговли где-то в 1979 году я отправился в компьютерный магазин под названием компьютер компоненс в округе орин и на стене магазина висели политики полиэтиленовые пакетики в которых лежали кассеты с играми для apple 2 размноженные у кого-то дома это были первые коммерческие игры с которыми я столкнулся но первыми людьми в британии которые увидели видео играх серьезные перспективы вполне могли быть и клиенты и сотрудники эвориса тони милнер и тони бэддин имевшие высшее образование в области химии были постоянными посетителями магазина эвориса и в 1980 году сформировали одну из первых английских видеоигровых компаний bug bite себе в помощь они наняли двух сотрудников микродигитал марка батлера и юджина эванса которые занялись созданием и продажей игр которые производила компания на это бэддина и милнера вдохновил домашний компьютер sinclair zx 80 последнее творение британского изобретателя клайва синклера с любовью прозванный своими поклонниками дядюшкой клайва синклер со своими тонкими очками лысиной и рыжей бородой был живым воплощением британского изобретателя свою репутацию он зарабатывал на притяжении всех 60-х и 70-х создавая сверх дешевые версии ультра современной потребительской электроники от магнитофонов и портативных телевизоров до наручных цифровых часов и карманных калькуляторов низкая цена порой негативно сказывалась на надежности продукта как например в случае с цифровыми часами black watch которые регулярно выходили из строя и практически обанкротили компанию синклера из-за объема возвратов но такие вещи как карманные калькуляторы его производства дали дорогостоящей электронике выход в массовый рынок клайв синклер действительно немного походил на сумасшедшего ученого рассказывал альфред милгро один из основателей лондонского книжного издательства melbourne house мне всегда казалось что его главный интерес был больше не в маркетинге своих продуктов а в изобретательстве как будто главной целью каждого его продукта было финансирование разработки следующего компьютер zx-80 не был исключением синклер рассматривал его как способ финансирования одного из следующего своих проектов телевизора с плоским экраном в соответствии с убеждением синклера в том что электроника должна быть доступна массовому потребителю по цене zx-80 в заводской сборке стоил всего лишь 99,95 фунта комплект же для домашней сборки которую пользователь производил сам при помощи паяльника стоил и того меньше 75,95 фунта несмотря на такую низкую стоимость у компьютера синклера были все качества которыми обладали компьютеры конкурентов стоящие на сотни фунтов дороже zx-80 быстро стал самым раскупаемым компьютером великобритании успех zx-80 положил начало той эпохи когда домашний компьютер стал реальностью великобритании до zx-80 великобритании не существовало компьютерной индустрии рассказывал милгро который написал и издал книгу о 30 программах для zx-80 вскоре после того как zx-80 стала пользоваться успехом zx-80 был чрезвычайно важен на англичан он произвел серьезное впечатление это была простенькая машина с одним килобайтом памяти и выпускалась она без программ или книг zx-80 оказалась той машиной которую ждали легионеры потенциальных поклонников компьютеров в великобритании машины вроде apple 2 и командор pet находились вне пределов досягаемости для обычного школьника рассказывал джефф минтер который будучи подростком из базинг стока начал проявлять свой интерес к компьютерам создавая игры на школьном компьютере commodore pet еще до того как появился zx-80 дядюшка клаев первым дал нам доступный компьютер и он и он назывался zx-80 уже в марте 1981 года синклер выпустил более дешевый более мощный и гораздо более успешный компьютер zx-81 и многие из тех кто уже купил zx-80 пришли к идее самостоятельно создавать и продавать игры и поскольку играми в британии на тот момент торговали лишь немногие магазины они тиражировали свои игры на аудиокассетах и продавали их с помощью почтовых переводов одним из первых людей которые оказались существенное влияние на такой способ работы был кэрин томпс программист из приморского города борнмут который в 1981 году выпустил для zx-81 игру футбол менеджер игра вышла из созданной ранее томпсом настольной игры которая сама была придумана под впечатлением от сосер рама настольной игры 1968 года о футбольном менеджменте все началось когда мне было лет 11 я сделал несколько версий игры прежде чем перевалил третий десяток рассказывал томас я разрезал коробки из-под хлопья и на них пробовал воплощать свои идеи прекрасно помню как я покупал пачки пустых перфокарт в местном магазине у и альч смит после того как zx-81 попала в руки томпсу он осознал что его настольная игра может быть превращена в куда более увлекательную и яркую компьютерную игру я получил куда более мощный инструмент на компьютере можно было автоматизировать разные штуки вроде расчетов таблицы лиги и календаря игр это позволило мне сделать компьютерную модель всего происходящего более реалистичной и интересной футбол менеджер была текстовой игрой но передавала весь футбольный драматизм с помощью способа который попросту не был доступен простым основным на действии футбольным играм того времени футбольная команда игрока стремительно перемещалась по виртуальной тур турнирной таблице вверх и вниз взмывая и падая в зависимости от того в какой игровой форме находились виртуальные футболисты собранные игроком подзмен знамена клуба были ли они здоровы или же получали травмы как и для всех остальных британских самодеятельных разработчиков игр продажа игр с помощью почтовой рассылки была для томса единственным доступным вариантом когда я начинал в британии не существовало никого кто бы торговал играми рассказывал томс самым приемлемым способом продать игру желающим оставалась почтовая рассылка три версии игры футбол менеджер томса выйдя на рынок в самых разных компьютерных форматах продались общим количеством 2 миллиона экземпляров и создали новый видео игровой жанр который и сегодня остается одним из самых популярных возможности zx-80 привлекли внимание мэлла краучера бывшего архитектора из портсмута когда дядюшка клайм выпустил zx-80 я уже был вовлечен в кассетный бизнес рассказывал краучер на некоторых кассетах мне встречались встречалась реклама каких-то компьютерных программ и кажется такая кассета стоила четыре или пять фунтов я уже производил аудиокассет аудиокассеты по цене около 30 пенсов и эта цена включала в себя упаковку поэтому я решил что самое время войти в этот бизнес и в тот же день переключился на компьютерные программы причиной тому была смесь жадности и невежества первые игры краучера the bible can of worms и low and dead были 1 килобайтовыми упражнениями в сюрреализме в can of worms игрок должен был довести сидящего в инвалидной коляске гитлера до сердечного приступа с помощью подушки-пердушки и попытаться угадать сколько потребуется воды на очистку забитого туалета короля это были отстойные игры но на то время на рынке ничего лучше не было правда все в них было вывернуто наизнанку идеи были откровенно глупыми и отличались полным отсутствием морали рассказывал краучер the sunday people обвинила меня в том что я продаю порнографию детям прекрасная реклама свои эксперименты он продолжил в пимания странной текстовой игре в которой действовал герой пиман рисованный голый розовый мужчина с носом картошкой игра предлагала игрокам попытаться выиграть золотые солнечные часы стоимостью 6000 фунтов разгадав в игре загадку и поняв где и когда появится приз я пытался размыть грань между фантазией и реальностью передать все эти тоскливые походы к играм для того чтобы люди смеялись во время игры а вместо этого они стали всерьез выполнять все эти дурацкие квесты рассказывал он повсюду начали появляться пиманьяки убежденные в том что прошли квест ради золотых солнечных часов с алмазной побрякушкой стоунхедж был любимым местом во время солнцестояния этакий иерусалим канун рождества в конце концов двое игроков учитель и владелец музыкального магазина из западного Йоркшира решили загадку 22 июня 1985 года они прибыли верхом на белой лошади в долину Сассекс Даунс и принялись требовать свой приз это случилось спустя 3 года после выхода игры они стояли у головы в лошади я не хотел их расстраивать и не сказал им что приз находится в заднице у лошади рассказывал Краучер странные игры Краучера стали предвестниками странных сюрреалистичных игр которые полюбили делать британские разработчики и в которые полюбили играть британские игроки это случилось когда Синклер в апреле 1982 года выпустил свой компьютер ZX Spectrum цена компьютера варьировалась от 125 до 175 фунтов в зависимости от встроенной памяти и это был ответ Синклера на выход BBC Micro разработанный Acorn Computers компьютерной фермой которую основал бывший сотрудник Синклера Крис Карри BBC Micro был частью плана британской широковещательной корпорации по созданию стандартного компьютерного формата для повышения компьютерной грамотности британских детей и хотя Синклер пытался выиграть контракт на создание компьютера для BBC впоследствии он обвинил эту корпорацию в использовании денег налогоплательщиков для подрыва местных производителей компьютеров они не должны делать компьютеры равно как не должны делать машины BBC или же зубную пасту BBC бушевал он но несмотря на его страхи низкая цена на Spectrum превратила его в главный домашний компьютер в Великобритании позволив ему обойти по продажам и Commodore 64 и BBC Micro какое-то время он считался самым продаваемым компьютером в мире его успех был таков что даже премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер показывала Spectrum премьер-министру Японии как доказательство технологического превосходства Великобритании в продаже Spectrum подстегнули и взрывной рост количество игр сделанных в Великобритании игровые кампании возникали во всех уголках страны от Сейнт Остала в Корнуэлле до острова Гарриса на Уэстерн Айлс в Шотландии за один только 1982 год для Spectrum было выпущено 226 игр сделанных в Великобритании на следующий год эта цифра выросла до 1188 а число компаний их производящих с 95 до 458 игровая индустрия оседлала гребень успеха Синклеер Spectrum который оказался в тысячу раз успешнее чем того ожидал сам Синклер рассказывал Эверис который на волне растущего интереса к домашним компьютерам продал свой микродиджитал торговой сети Лас Кайс в 1981 году он то думал что люди будут использовать компьютеры для каталогизации своих коллекций почтовых марок а тот факт что 99% людей использовали Spectrum для того чтобы играть дома его здорово удивил благодаря Spectrum компания Бакбайт добилась своего первого крупного успеха с игрой Manic Miner созданная Мэтью Стимом под русским программистом из города Уолласси графства Мессмерсисайд эта игра придерживалась типичного для молодой английской игровой аудитории подхода все сойдет действие игры разворачивалась в мире телефонов мутантов и смертоносных туалетов по сути эта игра являлась ремейком популярного американского платформера Майнер 2049 ER но в версии Смита было куда больше сюрреализма и разного рода странностей это было весьма распространенным явлением для первых английских игр Маник Майнер стала бестеллером и Смит отреагировал на это созданием собственной компании Software Projects с помощью которой выпустил Jet Set у Вилли еще более странное продолжение игры в котором игроки сражались в колыхающемся желе катающимися яйцами злыми домработницами гречанками и пугающей сюрреалистической отрубленной ногой которая попадала в игру прямиком из анархического телевизионного шоу летающий цирк Монти Пайтона Странная игра Смита была лишь началом неуклонно растущего в английской игровой индустрии сюрреализма в 1984 году Питер Харрап выпустила Wanted Monthly Mall странным образом затронув одно из самых спорных событий в британской истории забастовку шахтеров забастовка была затяжной и часто сопровождалась столкновениями между британским правительством и национальным союзом горняков который возглавлял смутьян социалист Артур Скаргилл это была изнурительная война между правительством и правсоюзным движением которому в 70-х годах уже дважды удавалось свергнуть британское правительство поражение бастующих шахтеров привело к ослаблению влияния профсоюзов на власть в Великобритании игра Харрапа выпущенная в разгар забастовки предлагала игроку превратиться в крота и прорываться через пикеты бастующих для того чтобы добраться до угля в выдуманной секретной шахте которая принадлежала Скаргиллу остро социальная тематика игры привлекла внимание со стороны разнообразных СМИ но игра была скорее абсурдистской нежели политической фантастическая шахта Скаргилла была битком набита самыми странными врагами среди которых числились баллончики с лаком для волос прыгающие акулы и краны для ванной Минтер который начал делать игры сразу после того как у него появился ZX80 также увлекался странностями после создания незамысловатых версий популярных аркадных игр типа Сентипед он основал компанию LamaSoft и принялся издавать игры в которых находились отражения и его одержимость светом в имя шоу Pink Floyd и его увлечение пушистыми жвачными животными и его страсть к брызжущими адреналином стрелялками вроде Defender и Tempest мне нравилась простота этих игр и то что в лучших играх из этих простых правил возникали сложные модели поведения и стратегии рассказывал он несмотря на всю свою примитивность старые стрелялки с точки зрения управления и поведения врагов зачастую были куда более творческими чем все то что появилось потом этот поток постоянных переработок Xevious можно лишь догадаться что за игры могли появиться если бы эволюция стрелялок не свелась к бесконечным версиям Xevious и боссов Минтер смог создать свою собственную игровую вселенную состоящую из игр вроде Attack of the Mutant Camels психоделической стрелялки в которой игроки сражались с гигантскими верблюдами и метагалактической галактической змеей Хамас на краю времени где плюющая лазерами лама должна была убить пауков прежде чем они превратятся в убийц долгоносиков овцы ламы жирафы и верблюды стали отличительной чертой всех работ Минтера на самом деле я просто любил животных и я уже назвал свою компанию лама софт так что имело смысл включать животных в каждую игру пояснял он это конечно же здорово нас выделяло обычно мы были единственными кто приносил на компьютерные выставки модели овец в натуральную величину игра от лама софт без овец была попросту странной вкус к странностям стал настолько распространенным явлением что британский сюрреализм стал вольным стилистическим движением с помощью которого привычные игровые концепции наполнялись диковинными фантазиями создателей игр однако несмотря на психоделические атрибуты это движение в гораздо большей степени находилось под влиянием монти пайтона нежели галлюциногенных наркотиков многие из нас в этом зарождающемся бизнесе росли смотря монти пайтон по телеку и я думаю что именно это повлияло на британский сюрреализм который можно увидеть во многих играх рассказывал Миндер конечно монти пайтон был основным влиянием в вещах вроде ревенч и вероятно то же самое относилось и к Мэник Майнер тогда я остерегался употреблять наркотики да и все тогда делали это по-тихому парочка косяков с друзьями а не закидываться кислотой и треповать так что я искренне сомневаюсь в том что этот сюрреализм появился благодаря наркотикам журналист Гарри Пен который был частью команды только что запущенного английского анархического журнала The Zep 64 посвященного играм для Commodore 64 соглашается с тем что наркотики не играли в этом процессе существенную роль в основном много пили да где то употребляли наркотики но это не было столь заметно как скажем в музыкальной индустрии по мнению Краучера сюрреализм был изначально присущ британской культуре мы сюрреалистическая нация предоставленная сама себе мы не то чем кажемся в политическом языковом историческом плане и прежде всего в плане юмора нельзя сказать что мы искажаем правду мы скорее проказничаем пока одни заигрывались с сюрреализмом агит пропагандистические игры краучера продолжали раздвигать грани жанра достигнув своего апогея в Deus Ex машина работе столь необычной что ее вряд ли можно было назвать видеоигрой вдохновленная рассказом Эдварда Моргана Форестера машина останавливается 1909 года и с семью возрастами человека описанными Уильевом Шекспиром в комедии как вам это понравится Deus Ex машина рассказывала о будущем где миром управляет всемогущий компьютер и где все рождается с помощью генной инженерии в соответствии с заложенным в машине идеалом но после попадания мыши в оплодотворяющую систему компьютера появляется эмбрион мутант игрок должен был защитить этот эмбрион от полиции дефектов компьютерного охранительного органа исполняющего евгенические функции для этого нужно было сыграть в серию из семи абстрактных мини игр которые предоставляли семь возрастов человека я считал что к середине 80-х годов все передовые компьютерные игры должны стать своего рода интерактивными фильмами с надлежащей структурой реальными персонажами сносным сюжетом приемлемым саундтреком несколькими произвольно выбираемыми способами повествования и различными концовками объясняет краучер я считал что лучше я первым сделаю и спродюсирую игровой эквивалент метрополиса и гражданина Кейна прежде чем разные ублюдки примутся штамповать свой шлак в комплект Deus Ex Machina входила аудиокассета с саундтреком к игре который был сведен с голосами озвучивавших сюжет британских телезнаменитостей актера Джона Пертви сыгравшего в сериале Доктор Кто и комика Фрэнки Ховарда который играл в игре роль главы дефектов на этой же кассете были записаны странные песни о сперматозоиде оплодотворяющем яйцо и мечтающим о рыбе и чипсах когда я был ребенком я очень боялся выступлений Фрэнки Ховарда по радио и это был очистительный опыт нанять его на работу и приказать ему убивать младенцев рассказывал Краучер изначально я хотел чтобы роль сперматозоида сыграл телевизионный астроном сэр Патрик Мур сегодня такое было бы просто нереально осуществить пока многие играли в сюрреализм в Великобритании вышли две самые важные игры того времени которые никак не были связаны с лихими экспериментами Минтера Смита и Краучера первой игрой была Кнайт Лор которую создали Крис и Тим Стамперы основатели лестершинской компании Ultimate Play The Game Кнайт Лор была создана из идей которые впервые были реализованы в игре Adventure для Atari 2600 но в британской игре были переосмыслены идеи исследования и решения загадок и динамичность действия была совмещена с аксонометрической графикой которая впервые была применена в аркадных играх Заксон и Кюберт этот подход уже был реализован на спектрум в игре End Attack в котором игроки спасались спасали от гигантских муравьев людей оказавшихся в ловушке в городе явно созданном под впечатлением от работ голландского художника Эшера но мультяшная графика и появление динамичных приключений в игре Стамперов вдохновили многих английских игровых разработчиков у меня челюсть упала как только я увидел Кнайт Лор я тот час понял что мне нужно использовать похожую систему она выглядела невероятно рассказывал Джон Ритман один из многих игровых разработчиков которые пошли по стопам братьев Стамперов создавая то что английская игровая пресса назвала аркадными приключениями после игры Бэтмен для Спектрум явно созданной под впечатлением от Кнайт Лор Ритман объединился с художником Берни Драмондом для того чтобы создать Хид Оуэр Хиллс смесь британского сюрреализма и аркадных приключений действие этой игры состояла из приключений двух симбиотических существ которым по ходу игры приходилось решать массу загадок перемещаясь по причудливому миру в котором смешались Дисней и Дали в этом мире были лестницы сооруженные из спящих собак игрушечные кролики наделявшие игроков особой властью и роботы инопланетяне из сериала Доктор Кто слабоухими головами наследника британского престола принца Чарльза в процессе создания игры Ридман старался подавлять безудержную и кипучую фантазию Драмонда безумные видения прямо таки выливались из его головы другой важной игрой появившейся в Великобритании в первой половине восьмидесятых стала Элит созданная в 1984 году для компьютера BBC Микро двумя студентами Кембриджского университета и Эннам Беллом и Дэвидом Брабеном Элит возникла из попыток Брабена создать космическую боевую игру в которой использовались трехмерные каркасные модели похожие на те что применялись в векторных играх на игровых автоматах предыдущие попытки перенести космические сражения в третье измерение крайне редко увенчивались успехом в векторные игры вроде Тайл Ганнер и Star Wars не давали игрокам возможность пилотировать виртуальный космический корабль позволяя им только стрелять из орудий Star Raiders игра 1979 года для компьютера Atari 400 предлагала геймерам такую возможность но использовала плоские спрайты которые изменялись в размерах создавая таким образом иллюзию трехмерного мира было несколько стрелялок в которых использовались спрайты которые могли меняться в размерах и создавать иллюзию трехмерности рассказывал Брабан космическая игра Брабана оказалась более продвинутой в визуальном отношении и по духу была ближе к трехмерным танковым сражениям в игре Battlezone которую сделала компания Atari но если визуально игра Брабана производила должное впечатление допотопное нединамичное действие едва ли могло привлечь и надолго удержать внимание игроков поэтому для того чтобы улучшить игру Брабану пришлось объединить свои усилия с Беллом который на тот момент уже сделал несколько своих игр после нескольких неудачных попыток разогнать скуку бесконечных космических сражений они решили что должны дать игроку больше свободы действий у нас было четкое представление о том что мы хотели сделать привнести в космические сражения больше действий мы хотели придать космическим сражениям скелет но нам потребовалось много времени споров и обсуждений для того чтобы точно понять как именно мы этого добьемся рассказывал Брабан одни одним из первых дополнений стали космические станции на которых игроки могли восстанавливать свои космические корабли состыковываясь со станциями как в фильме 2001 космическая одиссея но что еще могли сделать делать игроки когда они уже состыковывались с космической станцией Брабан решили дать им возможность модернизировать оружие своих кораблей что в свою очередь подняло вопрос о том как именно игроки будут получать эти новые вооружения с помощью денег решили оба тут же возник другой вопрос а каким способом игроки могут зарабатывать эти деньги в игре идеи двигали весь проект вперед разработчики решили что игроки будут обменивать товары на космических станциях в разных частях вселенной или же зарабатывать деньги за выполнение случайных работ или же получать вознаграждение за убийство космических пиратов или же за обнаружение в космосе астероидов богатых полезными ископаемыми сама идея приравнять набранные игроком очки к деньгам выглядело совершенно логичной тем более что мы остановились на торговле как на способе развития и роста игрока рассказывал брабан очень быстро мы согласовали дополнительные источники получения денег вроде охоты на космических пиратов и так далее это было время шахтерских забастовок и наша игра идеально соответствовала менталитету человек человеку волк который был характерен для того времени идея превратить игроков водителя грузовика космической эпохи уже была к тому времени на слуху и была воплощена в нескольких торговых играх вроде Star Traders 1974 года текстовой игры для мейнфреймов и игры 1980 года Galactic Trader для Apple 2 но ни Белл ни Брабан не знали об их существовании я и не подозревал что существуют какие-то космические торговые игры чужие игры главным образом давали мне представление о том чего я точно не хочу видеть в своей игре рассказывал Брабан я считал что игры в которых всегда есть 3 жизни дается дополнительная жизнь при достижении 10 тысяч очков и весь игровой процесс рассчитан на то чтобы играть чтобы что играть можно было минут 10 абсолютно неинтересны являются одним сплошным штампом я отчетливо понимал что игры не должны идти этим путем существовали какие-то текстовые приключения с несколько более длинным геймплеем и сюжетом и этот контраст показывал что другие подходы в этом игре возможны целых 2 года Белл и Брабан провели над созданием Элит работая над игрой в перерывах между занятиями в университете доводя до совершенства игровую смесь из сражений зарабатывания денег модернизации кораблей и межгалактической торговли чтобы в итоге создать игру в которой игрок мог самостоятельно принимать решения и расставлять приоритеты игрок начинал игру с 100 кредитов и обычного космического корабля и перед ним расстилалась вся вселенная он мог стать героем космическим пиратом шахтером предпринимателем наемником или же просто обычным космическим путешественником исследующим звезды мир созданный в элит открываем для игровых разработчиков абсолютно новое направление понятие открытого мира в котором игрок сам решал куда ему идти и что делать а не следовал заранее подготовленным целям что жестко ограничивало его выбор элит кнайт лор деус экс машина и джет сет уилли стали символами атмосферы творчества и возможностей в которой возникла и развивалась молодая английская игровая индустрия в начале восьмидесятых остававшихся остававшаяся преимущественно неупорядоченной кустарной промышленностью люди могли позволить себе рискнуть а уровень входа на рынок был очень низким рассказывал в буквальном смысле слова каждый человек обладавший зачатками ума и определенной страстью мог что-нибудь сделать в этом направлении и передать свою разработку людям было очень много изобретательности не всегда хорошее это было частью удовольствия и драйва той эпохи огромное количество инноваций возникавших вокруг энергия британского рынка того времени стала мощным фактором роста для видеоигровой для видеоигровых индустрий в Испании и Австралии Испания также попала под влияние ZX Spectrum благодаря которому амбициозные иберийские компании знакомились с играми выпускавшимися в Великобритании и сами получали возможность продавать свои работы большому количеству английских игроков для таких компаний как мадридская Dynamic английский игровой бизнес указал направление развития нашими идолами были Imagine и Океан рассказывал соучредитель компании Виктор Руис упоминая два крупнейших английских игровых издательства времен возникновения Dynamic в 1984 году Dynamic как и его конкуренты вроде компании Opera Soft и Indescom смогли вывести Испанию в лидеры среди европейских разработчиков в 80-е благодаря здорово выглядящим с визуальной точки зрения играм вроде Army Moves созданной под впечатлением от фильмов про Рэмбо или игр про ограбление банков таких как Годи Визуальные достоинства были сильной стороной многих испанских игр Визуальная часть и графические эффекты очень важны в видеоиграх и поэтому мы уделяли им особое внимание рассказывал Педро Руис директор Opera в конце концов видеоигра ориентирована именно на визуальное восприятие и в каких-то случаях захватывающая графика может приукрасить не очень увлекательную игру мы хотели создавать игры которые бы цепляли людей и они бы жадно порой слишком жадно в нее играли и для этого мы использовали все доступные на тот момент технологии звездным часом испанских игр восьмидесятые стала игра пока менеджера La Abadia Del Crimen создававшаяся под впечатлением от Knight Lore и выпущенная Opera Soft в 1988 году игра создавалась под впечатлением от романа Humberto Экко имя Розы мы пробовали связаться с писателем чтобы дать игре такое же название но никакого ответа не получили поэтому мы решили изменить название рассказывал Педро Руиз это была не игра аркадного типа а игра на интеллект действие разворачивалось в средневековом монастыре игрок исполнял роль франц францисканского монаха который должен был совершить ряд хитроумных убийств исповиновения взятым на себя религиозным обязательством игра была особенной и с точки зрения результата и с точки зрения того как это было сделано рассказывал бывший сотрудник операсофт Гонсало Суарес который променял испанский кинобизнес на создание игр начав в 1987 году с игры Гуди Ла Абадиа Дел Краймен была графическим приключением и отличалась свободой передвижения не виданной в играх с изометрической графикой и заметно превосходящей королей той эпохи вроде ультимейт так никогда и не выпущенная за пределами Испании Ла Абадиа Дел Краймен с коммерческой точки зрения потерпела фиаско и достигла заслуженного признания только несколько лет спустя Британский рынок оказал существенное влияние и на Австралию видя рост популярности ZX в 80 Мильгром со своей женой Наоми Бессон в декабре 1980 года вернулся в родную Австралию и основал компанию BAM Software с намерением создавать игры для британского рынка и издавать эти игры с помощью компании Melbourne House В самом начале мы думали не о разработке игр а о написании компьютерных книг рассказывал Мильгром но потом я как-то подумал о самом понятии издательства и пришел к выводу что между размещением контента на бумаге и размещением материала на кассете практически нет никаких различий BAM Software стала центром австралийской игровой индустрии компания брала на работу бывших студентов Мельбурнского университета окончивших компьютерные курсы и быстро расширялась за счет таких хитов как текстовые приключения созданные по мотивам Хоббита Толкиена и продавшиеся миллионами экземпляров ну эта игра была The Hobbit вскоре практически все потенциальные разработчики Австралии перебрались в Мельбурн для того чтобы присоединиться к растущему как на дрожжах штату BAM Software на протяжении почти восьми лет наш штат удваивался раз в год каждые три года нам нужно было менять офис рассказывал Мелькрам люди со всех концов Австралии писали нам и просились на собеседование понимая что мы можем предложить интересную и прибыльную работу В Великобритании многие люди рассматривали разработку игр как хобби но в Австралии ничего подобного и быть не могло поскольку здесь не существовало никаких признаков дистрибуции нельзя было рассчитывать на местный рынок поскольку в Австралии его не существовало люди конечно могли перебраться в Великобританию но куда больше смысла было в том чтобы работать на нас на волне популярности игр от BIM Software компания Melbourne House запросила книгоиздание забросила книгоиздание и превратилась в одного из крупнейших английских игровых издательств 80-х годов благодаря собранным под его крылом талантам BIM продолжал оставаться абсолютным лидером австралийской игровой индустрии чем я в особенности горжусь так это тем что BIM эффективно запустила в Австралии игровую индустрию утверждает Milgram практически все сегодняшние студии разработчиков Австралии состоят из бывших сотрудников BIM или же были существенно укомплектованы бывшими сотрудниками BIM вдохновленные на свершение дешевыми компьютерами Синклера самодеятельные английские программисты превратили свою страну в рассадник экспериментального игрового дизайна одновременно с этим вдохновил разработчиков Испании и положил начало австралийской видеоигровой индустрии но Великобритания была не единственной европейской страной достигшей заметных успехов на Ниве видеоигр Ну а на сегодня все Глава 9-ая окончилась всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока